Всем привет! Леонид Котвицкий Итак, такой вопрос Если перестала брать траву мотокоса из-за того, что она стала осенью жесткой и сухой Что делать? Чем косить? Ну вот сейчас уже доходит трава до такой стадии у нас еще несколько недель и уже будет очень тяжело стандартными привычными ножами даже ее косить, тем более леской Тут я еще нашел такой специальный кусок, чтобы показать Так вот, насчет лески. Леску, если упорно надо именно леской, то ищем лесочку типа жесткую, граненую с твердым сердечником что-то такое, именно жесткую жесткая, более ломкая она чаще обламывается, обычно служит хуже для тонкой травы ее не надо использовать но для такой, вот сухой приходится выбирать жесткую леску и кто любит леску замачивать вот именно замочить леску некоторые по три дня замачивают перед тем как косить чтобы она аж так тянуться стала прям как резинка начинает немного вытягиваться то для такой травы не надо можно на два часа замочить чтобы совсем уже на нее не ломалась люто так, особенно если там лежала в гараже под жарищей целое лето там, то она может быть пересохшая два-три часа замочить можно но не по три дня и нож ножи когда трава становится слишком жесткой особенно это относится к слабым косам то много зубые ножи которые хороши для сена сороказубые с победитовыми напайками терипери сам их обожаю для сена нет лучше, чем вот тот сороказубый вот такой нож они хороши но бывает и если мощи кос тяги косы особенно не хватает то перестают брать минут траву приминают ее но не выкашивают нормально а если надо все еще надо ее косить что делать? так вот выход для осени ножик, который я не люблю и целый сезон не использую вот потому что говорю волки он укладывает плохо но так выход для осени трехлопастный нож но тоже есть нюансы например здесь у меня нож 28 сантиметров в диаметре то есть от центра до края 14 сантиметров я его специально себе наделал он очень хорошо берет траву он очень хорошо скасывает даже мелкую траву волки правда кладет плохо но косит он очень хорошо на жесткую траву еще чуть-чуть и он уже перестанет брать значит для жесткой травы нужен 255 миллиметровый трехлопастный нож так значит то есть стандартный от центра до края 120 255 поделить на 2 так сколько там будет 257 миллиметров так значит создающий круг 255 миллиметров вот если слабенькие же косы слабенькие косы то придется медленнее косить и трехлучевой нож ставить там маленькие есть уменьшенные версии ножей вот но один нюанс косить им надо медленно не махать быстро вести надо медленнее вот и давать хорошие обороты ну и трехлучевой нож хорош так вообще для большинства кос 255 миллиметровый трехлучевой он и не настолько тяжелый чтобы ввязнуть в траве его можно и разогнать на большие обороты сухая трава бывает требует хороших оборотов вот и в то же время не нагружает так сильно косы сейчас коснем этим и Продолжение следует... Продолжение следует... Тот будет косить любым ножом. Любым. То есть, если коса имеет достаточный запас мощи, да еще оборотики поддавишь, то да, можно в принципе любым. Но если столкнулись, что привычные вам ножи вдруг перестают брать, значит присмотритесь к трех лопастным ножам, 255-мм. А если и это не тянет, смотря какая коса, значит еще меньшего диаметра, 230 или еще меньше есть. Варианты. Ну и как вариант еще однолопастный или двухлопастный, такая вообще полосочка. Перебивать он будет, правда про волки там даже уже и речи быть не может. Он просто раскидывает. Но самые слабые косы им вытягивают жесткую траву. Все, тема простая. Кто смотрит меня регулярно, тот знает, что трехлучевые ножи я практически не использую. Так, значит, вот и не расхваливаю. Но на жесткое, вот это именно их сфера, когда стоит взять такой нож. Ну и леска, само собой. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok